Воздушная гавань областного центра вновь работает. Куда теперь летают самолеты? Воздушную гавань Петропавловска сегодня торжественно открыли после реконструкции. В ноябре здесь запустили регулярные рейсы в Астану и Алматы, а в следующем году обещают полеты в Москву. С обновленным терминалом познакомился глава региона Ерик Султанов. Как преобразился аэропорт и насколько выгодно сейчас летать, расскажет Александр Салмина. От посадочной полосы до фасада реконструкцию аэропорта начали в августе прошлого года. Пять месяцев воздушная гавань не принимала суда, а сегодня она полностью готова к работе. В стране 20 действующих аэропортов, один из них в Петропавловске. Его реконструкцию одобрил глава государства, отмечает Акимобласть и Ерик Султанов. Средства выделили в кратчайшие сроки. На масштабную модернизацию воздушной гавани в целом потратили свыше 7 миллиардов тенге. Аэровокзал четвертого класса, теперь он соответствует всем международным требованиям. Уверен, что для нас, североказахстанцев, связь с главными городами нашей страны будет способствовать росту деловой активности, внесет свой вклад в нашу экономику. Мы планируем носить грузопассажирские перевозки в Российскую Федерацию, в Китай и в страны Евросоюза. Наш аэропорт имеет очень хорошее географическое расположение. Считается очень удобным. Полеты из Западной Европы в Восточную Азию с посадкой именно в Петропавловске. В свое время, когда аэропорт был запущен, здесь ежедневно проходило до 40 аэропортов. Тех, кто приложил немало усилий, чтобы восстановить, аэропорт награждает глава региона. Уже в ноябре петропавловцы начали регулярно летать в Алматы и Астану. А спустя месяц аэровокзал наладит сообщение с Москвой. Это направление откроют впервые за 20 лет. Расписание вылетов удобное, а цены на билеты приемлемые, говорит директор аэропорта. В направлении Москва-Петропавловск-Москва самолеты будут летать два раза в неделю по понедельникам и вторникам. Билет будет стоить от 100 до 150 долларов. Авиакомпания российская. А вот в Астану и Алматы доставляют пилоты казахстанской компании «СКАД». В северную столицу борт отправляется два раза в неделю – по вторникам и субботам, а в южную – три раза – в среду, пятницу и воскресенье. Билет в Астану обойдется в 10 тысяч тенге, а в Алматы – 18 с половиной тысяч. В здании самого вокзала стало светлее и теплее, говорят пассажиры. Здесь построили новую котельную, подвели все коммуникации, установили современное оборудование. Особое внимание уделяют безопасности. Сейчас идет регистрация на рейс Петропавловск-Алматы. Семья Ануарбековых собирается провести в южной столице выходные. Маленький Мирас сегодня полетит впервые. Говорит, перед путешествием немного волнуется, а его мама Альбина совершенно спокойна. Регистрацию прошли очень быстро, это радует. Времени буквально, наверное, в течение двух минут заняло. Очень порадовал зал. Красиво, уютно, компактно. Те, кто отправляются в поездку вместе с Ануарбековыми, проходят последние процедуры перед отлетом и занимают свои места в салоне. Пассажиры уже на борту, и пока самолет готовится к вылету, я расскажу вам о взлетной полосе. Она тоже преобразилась. Теперь ее длина составляет 2800 метров. Это на 300 метров больше, чем до реконструкции. А ширину увеличили до 45 метров, что позволит нашей воздушной гавани принимать в суда и вертолеты всех типов до 99 тонн. Это Боинг среднего класса. Баки наполнены, двигатель прогрет, полоса в порядке, а значит, можно взлетать. Спустя пару часов этот рейс прибудет в пункт назначения. Александр Салмина, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК Предприниматели, госслужащие, ветераны труда и руководители этнокультурных центров. Больше 40 североказахстанцев удостоены медалей в честь 25-летия независимости страны. Сегодня в областном Акимате их вручил глава региона Ерик Султанов. В числе тех, кто был удостоен юбилейной награды и директор муниципального телерадиоканала Евгений Сазанов. Целеустремленность, профессионализм и патриотизм. Эти качества объединяют тех, кому вручат сегодня медали к 25-летию независимости страны. С юбилеем их поздравляет Акимобласти Ерик Султанов. Уважаемые североказстанцы, дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с 25-летием независимости Республики Казахстан. За этот небольшой промежуток времени было построено сильное государство, новая экономика, сильное общество. Благодаря поддержке государства и самотвержден труду североказстанцев за годы независимости показатели во всех сферах нашего региона выросли многократно. Акимобласти вручил юбилейные медали тем, кто внес значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие Казахстана. Почетную награду получил председатель Центра армянской культуры Кентрон Геборг Геваркян. В ответ главе региона он подарил новую книгу. В этой книге армяне северного Казахстана описывали судьбы людей, которые здесь живут, что они делают, их семьи. Среди награжденных и директора муниципального телерадиоканала Евгений Сазанов. В зале те, чьи заслуги признал президент страны. Нурсултан Назарбаев подписал указ о награждении юбилейными медалями. Получили их сегодня и 11 ветеранов труда Североказахстанской области. Нелли Иванова, даже находясь на заслуженном отдыхе, активно принимает участие в общественной жизни региона. Медаль – это знаковая, я вам скажу. Потому что в исторических масштабах 25 лет – это очень маленький отрезок времени. Но те изменения, которые произошли в нашей республике, они колоссальные. Это новые органы власти, управление, конституция, государственные символы. Все, что делается в области экономики, политики, в социальной сфере, в духовной сфере, направлено прежде всего к человеку. И люди это ценят, люди понимают, есть проблемы, безусловно есть. Но мы видим, что эти проблемы решаются. Госслужащие, ветераны труда, предприниматели, члены областной ассамблеи. Они внесли большой вклад в укрепление независимости страны. Всего больше 500 североказахстанцев удостоены юбилейных медалей. Ольга Файзулина, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Почетные грамоты и юбилейные медали Аким города Марат Асмаганбетов сегодня вручил 50-ти петропавловцам. Еще троим жителям областного центра присвоили звание почетного гражданина. Представителей каких сфер отметили и за какие заслуги, расскажет Ольга Файзулина. В списке награжденных врачи, учителя, водители, слесари, бизнесмены, представители духовенства. Каждый из них внес вклад в становление независимости. День независимости. Наш самый главный национальный праздник. Символ единства и согласия. Созидательного труда миллионов казахстанцев. Юбилейными медалями к 25-летию страны награждают представителей разных сфер деятельности. Но, пожалуй, самое благородное из них – это спасение человеческих жизней. Бебит Мустафина – координатор по снижению смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Говорит, за 25 лет в сфере здравоохранения удалось добиться многого. В областном кардиоцентре делают почти все виды операций, кроме пересадки сердца. А в 90-е годы на заре независимости об этом только мечтали. Сколько было операций тогда сделано, когда свет выключался, а больной лежит под аппаратом. Представляете, если дальше не продолжать наркоз, больной бы погиб. И наши люди вручную, анестезиологи, реаниматологи вручную крутили, держали, возможно, там 4-5 часов не было. Это были страшные годы. Все это мы пережили. Дальше пошло. Петропавловцам вручили около 40 юбилейных медалей. Несколько человек получили почетные грамоты Акима области и города. Благодарностью главы региона наградили Сейран Испанзьярову. Ее трудовой стаж больше 30 лет. Сегодняшняя награда – это не только моя награда, это награда всего нашего отдела. В городе Петропавловске функционирует 58 дошкольных учреждений. Из них 16 – это частные учреждения образования. Общий охват детей составляет в настоящее время более 8,5 тысяч детей. Также в преддверии Дня независимости трём петропавловцам присвоили звание почетного гражданина города. Их получили Юрий Бацанов, Оразбеке Сактаганова и Алик Дядин. Награды к 25-летию независимости получили сегодня и нуратановцы. В североказахстанском филиале партии прошло торжественное собрание. Кристина Горбаченко расскажет подробнее. 25 лет в стране Нуратану-17. Все эти годы партийцы активно вносят вклад в развитие страны. Они на передовой во время выборов участвуют в патриотическом и духовном воспитании молодого поколения. Как отметил лидер партии Нурсана Вишназарбаев, эпоха независимости – это величайший путь созидания и свершения. Сегодня единство, стабильность, созидание – наши главные ценности, символизирующие незыблемость основ суверенного Казахстана. За активную партийную работу и вклад в развитие области троим партийцам вручают юбилейные медали «25 лет независимости». Такая будет и у Владимира Причина. Я свою жизнь посвятил всю жизнь ветеринарии. Я ее люблю, эту профессию. Я ветеринарией работаю 35 лет. А Нуратанцам я 15 лет. Сегодня ТИОЗОВИЦНАП – это всего на весь Казахстан их два предприятия. Это в Алмате и мы, которые остались. Мною создана городская ветеринарная клиника уже 10 лет, которая занимается непосредственно лечением животных, оказывает все ветеринарные услуги. Еще шесть активистов партии в честь юбилея независимости удостойны благодарности от областного филиала Нуратана. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Продолжаем выпуск. Чуть больше двух недель осталось до Нового года. Цветодиодные елки, уличные украшения, километры праздничных гирлянд, а также ледовые городки. Какие сюрпризы подготовили чиновники и предприниматели для жителей и гостей Петропавловска? Узнайте из нашего материала. Подготовка к Новому году в Петропавловске идет полным ходом. Строительство ледового городка на центральной площади начали еще в конце ноября. Развесили гирлянды и установили главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочку. Для детей строят горки и ледяные лабиринты. Все должно соответствовать празднику. Ведется монтаж световой иллюминации по улицам города. Перекиды, гирлянды, консоли. Устанавливаются малые архитектурные формы в скверах на улицах города. Выполнена навеска перетягов на улицах Мира, Жумабаева, Жамбыла и Интернационали. В новогоднем благоустройстве города участвуют и предприниматели. Магазины, офисы, рестораны, кафе, салоны красоты. Практически все украсили фасады своих зданий. Кто-то вывесил на улице гирлянды. Да и внутри все говорит о приближении волшебного праздника. Мы всегда стараемся, чтобы у наших клиентов было праздничное настроение. Поэтому мы украсили свой салон в новогодней тематике. Все сотрудники салона принимали участие в этом. Поставили елочку, фонарики. Есть украшения ручной работы. Однако это еще не все. На центральных улицах традиционно установили красочные коробки. Особенно празднично они смотрятся в темное время суток. А вот елочные шары впервые появились около новогодних елок. Возле зеленых красавиц всегда многолюдно. Горожане не могут просто пройти мимо. Город преображается. Скоро елку зажгут. Подарки принесут. Нам очень нравится, что на Новый год все горочки появились. Красиво стало. Очень нравится. Красиво. В этом году все обновили. Горка хорошая. Для детей это очень удобно. Они с саночками, ступеньки хорошие так поднимаются. Высота главной елки Петропавловска 18 метров. Ее украшают порядка 60 светодиодных гирлянд. Зажгут главную елку города после Дня независимости. Всего в Петропавловске будет 5 зеленых красавиц. Одну уже установили здесь, возле стола независимости. В ближайшие дни ими украсят набережные озера Пестрова и пересечения улиц Хименко-Кизатова. А вот ледовые городки появятся в семи районах города. В микрорайоне Береке, на Кожзаводе, в Парке Победы, в рабочем и заречном поселках, Барках и возле торгового дома Корона. Денис Севков, Жудосбекер Муканов, Михаил Казначеев. Новости МТРК. В Североказахстанской области планируют поднять цену на электроэнергию. Заявкой на повышение тарифа ТО «Севказэнергосбыт» обратилась в региональный департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Предложения рассмотрели на публичных слушаниях. С подробностями Кристина Горбаченко. Тариф на электроэнергию в Северном Казахстане повышался в январе 2016-го. Свет стал дороже на 5,5%. К концу года монополисты страны традиционно выходят с новой заявкой. Подали на утверждение смету с ростом стоимости на свои услуги и компании «Севказэнергосбыт» и «Солтустыкэнергоорталык». Это главные поставщики света в нашей области. Заявленные проценты по «Севказэнергосбыт» – 2,5% роста. По «Солтустыкэнергоорталык» – 6% роста. В настоящее время департамент проводит экспертизу данных проектов. Услугами «Севказэнергосбыта» пользуются 156 тысяч абонентов. На встрече с потребителями монополисты рассказывают о причинах. Основные – физическое урегулирование дисбаланса электроэнергии, повышение тарифа на ее передачу и распределение, а также убытки из-за дифференцированных тарифов. Предприятиям получен убыток в результате применения дифференцированных тарифов на электрическую энергию в зависимости от объема потребления или по зонам суток. В соответствии с пунктом 6 правил дифференциации, субъект вправе при очередном пересмотре среднеотпускного тарифа учесть недополученный доход. Данный убыток за год составил порядка 513 миллионов тенге. Утвердят ли заявку в антимонопольном ведомстве или нет, будет известно к концу этого месяца. Если смету одобрят в полном объеме, то платить за 1 килобат североказахстанцы будут примерно на 30 иин больше, то есть 13 тенге, 19 иин. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Рекордно низкие цены на все физиоаппараты Илатомского приборного завода. С 15 по 27 декабря в Петропавловске пройдет новогодняя акция распродажа приборов из серии «Домашний доктор». Скидки до 20%. Где можно купить чудо-аппараты, расскажет Алина Быржанова. В сезон вирусов и простуд – лучшее спасение, профилактика и лечение недугов на первых стадиях их проявления. Незаменимый помощник в этом унилор-1. Основное воздействие он оказывает благодаря магнитному, тепловому или световому излучению. Это аппарат, предназначенный для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, таких как атиты, гаймориты, риниты, аллергические риниты, в частности, аденоиды, тензилиты. Производством медицинской техники компания «Иломед» занимается более 25 лет. На казахстанском рынке приборы с 2000 года. Имантай Баженов случайно узнал об акции. Внимательно выслушал рекомендации менеджера завода и решил обязательно приобрести один из аппаратов. Я, конечно, дома супругу посоветуюсь. Выберем что-то, что нас устраивает. Лучше заняться заранее профилактикой, чем болеть. Популярностью у североказахстанцев пользуется аппарат «Алмак-1». Он имеет наибольшую лечебную активность и не вызывает привыкания. Артроз, остеохондроз, радикулит и даже гастрит. Владельцы данного прибора смогут позабыть об этих недуках, говорит Батимас Айдалинова. Бегущее магнитное поле, воздействуя на какой-то воспалительный участок, например, на больной орган, он улучшает кровообращение. За счет улучшения кровообращения орган, вот этот больной орган, получает макроэмикроэлементы. Элементарный кислород получает с кровью и улучшается состояние. Диамак, или как его еще называют «Алмак-3», предназначен для лечения заболеваний головного мозга. Воздействует он импульсно-магнитным путем и улучшает кровообращение. Во время акции этот аппарат стал дешевле более чем на 20 тысяч в деньге. Сейчас он стоит 95 тысяч. Приобрести приборы можно в любой аптеке сети «Сердечная». Телефон для справок 33 15 55. Алина Боржанова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Выгодное сотрудничество «Мак-Кофе» дарит своим партнерам денежные призы. На протяжении всего года владельцы магазинов могли выиграть сертификаты на 25 и 75 тысяч в деньге. Наши корреспонденты узнали, как можно получить деньги и стать партнером крупнейшей компании. Мировой рынок кофе сегодня оценивается порядка в 70 миллиардов долларов. По объему он уступает только нефтяному. По данным «Форбес», в Казахстане потребление кофе растет с каждым годом. Одним из лидеров по продажам напитка бодрости в нашей стране можно считать бренд «Мак-Кофе». В ассортименте супермаркетов, рынков и магазинов есть растворимый кофе в банках и мягких упаковках, холодный из собой в стаканчиках и любимые казахстанцами кофейные миксы. Продолжая расти глобально, компания «Мак-Кофе» проводит политику регионального развития поддержки малого и среднего бизнеса. Принцип – от меньшего к большему. В 2016 году по этому направлению была запущена партнерская программа, так называемая «Золотой клуб» для владельцев торговых точек категории «Б» и «С», нацеленная на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Условия участия в партнерской программе «Золотой клуб Мак-Кофе» просты. В торговой точке нужно установить оборудование компании и создать условия для продаж. За соблюдение правил бренд предоставляет магазину особую скидку – сервис, а в 2016 году и шанс выиграть приз в размере 25 тысяч тенге продукции и 75 тысяч деньгами. Такая удача выпала Людмиле Гордиюк. Она получила сразу два выигрыша. Мы давно работаем с компанией «Мак-Кофе». Ребята в этом году поставили нам куб стеклянный. Я сначала против была, но потом согласилась и не пожалела. Мы в этом году выиграли 25 тысяч сначала сертификат, теперь еще и денежный 75 тысяч – двойной приз. В общем, мы очень рады, что такой подарок нам сделали к Новому году. И как бы благодарю компании «Мак-Кофе» и в дальнейшем мы будем с ними сотрудничать. Более 800 торговых точек в Казахстане, 29 из них в Петропавловске, получили свои премии за отличную работу в этом году. Партнерская программа «Золотой клуб Мак-Кофе» будет работать и в наступающем 2017-м. Помимо старых партнеров, к проекту могут присоединиться все желающие. Представители компании пока не раскрывают всех секретов, но обещают – призов и подарков станет больше. Кристина Горбаченко, Казбек Арыкбаев, новости МТРК. Далее реклама. Оставайтесь с нами. Данная 29 тенге за килограмм. Предложение действительно только в магазинах «Низкоцен» в Петропавловске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем наш выпуск. Молодые госслужащие сегодня приняли присягу, а их опытные коллеги участвовали в конкурсе «Егемен Ельден Урпагэ». Каким должны быть те, кто выбрал путь служения стране, расскажет Кристина Горбаченко. Честность, порядочность, профессионализм – такими качествами должны обладать госслужащие. В их ряды сегодня торжественно принимают пять человек. В преддверии Дня независимости они клянутся верно служить государству. Государственная служба – это как перспектива, это большой вклад в развитие региона, это честь для каждого. Каждый молодой человек, он, кажется, должен стремиться, чтобы после него что-то осталось. По случаю 25-летия суверенитета Казахстана среди госслужащих провели конкурс. В нем участвовали пять команд. Будут оцениваться и профессиональные качества, и знания, юридические знания, знания истории Казахстана, творческий потенциал государственных служащих. Будут и дипломы, и подарки, но самое главное, я думаю, что участники сегодняшнего конкурса, они уже все победители. Аким Кызылжарского округа Гульсум Каримова тщательно подбирала кандидатов в свою команду. Они подготовили выставку, повторили законы и историю Казахстана. Со дня объявления конкурса мы начали уже готовиться к отборочному туру, подготовили визитную карточку, рассказали о команде, но, конечно же, рассказали о районе, о своих трудах. Все государственные служащие достойно выступили на конкурсе. Лучшей жюри признала команду района Макжана Жумабаева. Кристина Горбаченко, Анжелика Воронина, Казбек Ирыкбаев, Новости МТРК. Форум областной ассамблеи народа Казахстана прошел в Петропавловске. Его посвятили юбилею независимости страны. Здесь подвели итоги деятельности общественного института за год и наградили победителей республиканских проектов и конкурсов. А самое главное открыли грузинский этнокультурный центр «Арго». Он стал 25-м подсводом нашей ассамблеи. Сейчас его руководитель Омари Харбедия получает сертификат. Культура этого народа разнообразна, отмечают представители центра. Она славится красивыми песнями, ритмичными танцами и великолепной кухней. А сами грузины – народ воинственный и в то же время жизнерадостный. Сейчас в регионе проживают всего 115 семей представителей этой национальности. Большинство из них приехало в северный Казахстан во время освоения целины. Какие цели мы ставим? Разумеется, цели культурного обмена. Для этого каждый свое леет и поддерживает, развивает культуру. Для того, чтобы все, что накоплено этим этносом за многие столетия, чтобы все самое лучшее передавалось в поколениях. Премьера в Казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова. На суд зрителей творческий коллектив представил мюзикл «Сыган Сиренадоса». Новая постановка рассказывает о жизни великого композитора, короля казахского вальса Шамши Калдаякова. В постановке задействовали 50 актеров и музыкантов. Симфонический оркестр на протяжении всего спектакля исполняет музыку Шамши Калдаякова. Шамши Калдаякова сыграл Нуржан Асылхан. В театре он работает около двух лет. Это его первая главная роль. Мне было очень сложно, но я старался. Особенно волнительно было исполнить любимую песню Шамши Калдаякова. Спектакль о первых чувствах молодого Шамши. На улице он встречает цыганку. Изоль догадает ему по руке и понимает, что встреча – это не случайно. Шамши приглашают в табор. С этого момента начинается красивая история любви страстного юноши и пылкой красавицы. Но они еще не знают, что их ждет горькое расставание. Томим и переживаниями Шамши начинает писать музыку. Через этот спектакль я хотел, чтобы молодежь узнала больше о творчестве композитора. Люди сейчас ходят напряженные. Я хотел, чтобы они забыли обо всем и отдались музыке. Мы долго работали с дирижером, оркестром и актерами. Табор собирается покидать просторы казахских степей. Изольда зовет своего возлюбленного отправиться с ней в путь. Но Шамши предан своей родине. И он остается. Спектакль замечательный. Я думаю, что и зрители остались довольны, и коллектив, и трупа. Нравится, как играют актеры. Они передают все эмоции, все чувства главного персонажа. Это очень интересно и захватывающе. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Спонсор прогноза погоды – фильтры для воды «Аквафор». О погоде на четверг 15 декабря. Днем пасмурно, возможен снег. Ветер северо-западный, скорость 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью – 17, минус 19. Днем – 16, 18 градусов ниже нуля. Вы покупаете бутилированную воду? Но за что именно вы платите? Питьевую воду производят на заводах, где сначала из нее удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворенные вещества. Затем воду полностью очищают обратно асматической мембраной, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить ее в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, Акваформарион. Это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. Акваформарион полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратно асматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. Акваформарион делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. По сравнению с обычными системами, Акваформарион занимает в три раза меньше места на кухне, очищает воду в три раза быстрее, экономит до девяти тонн воды в год, срок службы модулей в два раза больше, а расходы на обслуживание в два раза меньше по сравнению с обычными системами. У вас всегда будет чистая, свежая и полезная питьевая вода. Акваформарион. Питьевая вода премиум-класса у вас дома. Акваформарион.